72 человека из коронного списка это жители Москвы. За сутки количество жертв увеличилось на 14. Ситуация в столице самая сложная, что нетрудно понять. В регионе живет десятая часть населения страны. Число заболевших в Москве превысило 10 тысяч плюс 1306 случаев заражения за сутки. Почти половина тех, кто подхватил заразу, это люди до 45 лет. Значительная часть зараженных моложе 65, так что коронавирус не щадит никого, независимо от возраста. И единственный способ замедлить рост заболеваемости – ограничить передвижение. Все последние дни, к сожалению, на улице было много людей, которые проигнорировали многочисленные призывы остаться дома. Свидетельство тому – индекс самоизоляции. Поэтому в столичном регионе с 15 апреля вынуждены вводятся системы цифровых пропусков. Они будут необходимы для поездок на любом виде транспорта, будь то личные машины, такси, метро и даже велосипед. Кстати, каршеринг работать не будет. В первую очередь пропуска нужны тем, чьё присутствие на работе необходимо. Эти решения будут действовать до конца апреля. Пропуск на один день будет выдаваться для посещения медицинских учреждений. Это можно будет сделать неограниченное количество раз. А для личных целей пропуска будут выдаваться не чаще двух раз в неделю. Подчеркну, что для передвижения пешком, всё так же в ближайший магазин, аптеку, погулять с собакой или вынести мусор разрешение пока не нужно. Оформить пропуск жители столицы могут уже с завтрашнего дня на сайте МОЗ.РУ, а также по телефону или отправив СМС на специальный номер. Система выдаст код, который надо записать или сфотографировать. Его можно будет получить бесплатно. Поэтому, если вам будут предлагать оформить пропуск за деньги, это мошенники. Не верьте. Спасибо.